День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Test Drive Ferrari Racing Legends. Эта игра должна была уже выйти где-то в начале этого года, но её откладывали, 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 и она бум! И появилась на Стиме. Я, знаете, я любитель и фанат игрушки NFS Porsche. Это одна из моих самых любимых гоночных игр. Там можно покататься на всех Porsche, ну, на то время на всех Porsche. Притом, там есть система разрушения машины, экономическая система. То есть мы можем покупать поддержанные машины, продавать свои машины. Мы должны чинить, мы должны покупать новые детали. А то есть... Вот она! Вот она игра, которую я ожидал. Притом, вот этот вот префикс Test Drive, это значит, что обычно в игрушках Test Drive, а то есть были уже две игрушки, у нас можно было покупать себе дом, можно было развивать гараж. Да, конечно же, игрушка Test Drive, это всегда посредственная графика, посредственная физика вождения. Но зато, знаете, можно почувствовать, что да, вот я заработал, это моё, это вот, вот оно, класс. Но, как ни странно, в этой игре решили отрезать всё от Test Drive, что было хорошо и интересно. Оставить всё, что было плохо, на это налепить Ferrari Racing Legends. И, да, выбросить в мир, при том с посредственными настройками, с посредственной оптимизацией. Ну, давайте просто покатаемся, я вам покажу. Итак, что интересно, это то, что у нас аж 200 гонок. Это класс, потому что каждая гонка проходит по своим правилам на другой машине. Очень-очень интересно. И, знаете, можно было бы затянуться. Проблема в том, что нету, скажем так, такого сюжета, который, вправду, вот, да, самая первая миссия. Мы, как бы, проходим тест на то, что нас примут на работу или нет. Но, потом это всё. А давайте это, а давайте то, это, вот, все-все-все гонки, которые есть. Это категории, потом подкатегории, в подкатегориях есть ещё гонки. Итак, давайте, давайте вот сейчас a grand tour. Пройди гонку за 4 минут 10 секунд. И дополнительно закончи гонку первым. Давайте просто попробуем. И, знаете, мне всегда нравится начинать вот на такие лицензированные игрушки. А у них всегда интересное начало, потому что там можно посмотреть на машины, которые вообще в глаза никогда не видел. Что мы себе представляем под Феррари? Это, знаете, вот такое вот чуть-чуть ли не НЛО. Всегда красное, всегда такое обалденное. Нет, нет, видите, они начинали с чего-то похожее на очень-очень запорожцев. Да, может быть, дизайн спереди покрасивее, но это запорожец. Можно не волноваться, это не запорожец. Хорошо, что он не трёхколёсный. Итак, давайте просто поговорим о вождении. Вождение странное. То есть у нас есть, конечно же, настройки новичок среднее и сложное. Я, знаете, я поставил среднее, потому что я любитель таких игр, как Формула 1. То есть сейчас от Codemasters шикарные выходят игрушки Формула 1. И там, хотя физика вождения сложная, да, она практически симуляторная, она не полностью симуляторная. Я слышал, что люди, которые знают, они жалуются. Но, с моей точки зрения, это достаточно сложно, чтобы мне не дать всё сразу же. Но, опять же, достаточно интересно и просто, чтобы затянуть меня и чтобы попытаться знать. Вот я сейчас научусь, я буду ездить, я буду ездить в этот круг 10 раз, да. Но я выучу все повороты, выучу всё-всё-всё-всё-всё. И, в конце концов, всё будет очень интересно и классно. Да, вот, это, я могу затянуться в это. Здесь же, хотя есть настройки, лёгкое, среднее и сложное вождение, но ни на том, ни на том, ни на том, я как-то не чувствую изменения в том, что... То есть, как я себя веду? Я постоянно ухожу в дрифт. Так или иначе, я ухожу в дрифт. И, может быть, вы скажете, да, я, может быть, не в то время торможу, да-да-да-да-да-да-да. Но даже на самом простом. Я ухожу в дрифт, и такое я бы ожидал от ралли-игрушки. Да, понятно, там такое есть. У меня такое впечатление, что они хотели сделать какой-то гибрид. То есть, они просто даже не хотели сделать гибрид. Они не знали, что получится, если они засунут в игру всё, что им хотелось и не хотелось. А то есть, первое, Феррари говорит, нет, ни в коем случае, наши машины не будут ломаться. Да вы что? Чтобы люди смотрели на сломанную Феррари, это нельзя. Нельзя. Даже если это машина типа Формула-1, очень старая. И, нет, у неё не будут отлетать колёса, если мы будем полчаса биться об бордюр. Я это пробовал. Нет, ну, эти разработчики говорят, нет, нельзя, нельзя, машина будет как будто пластмассовая. Нужно, чтобы машина ломалась. Они говорят, ну, хорошо, давайте она будет ломаться, но чуть-чуть, после нескольких ударов, и мы не будем замечать изменения в поведении машины. Ну, хорошо, сказал разработчик и сделал. И получается, что, ну да, мы можем бить полчаса машину-обсеку, что-то-то и изменится, но только визуально поведение машины не меняется совсем. И это грустно, это, знаете, я понимаю, когда проблема у гоночных игр в той сфере, когда, например, NFS, и там очень много машин, да, и просто какие-то разработчики машин не хотят говорить, ну, смотрите, у нас эта машина так ломается, а та машина так ломается. Это может оставить негативное, скажем так, впечатление. Нет, мы не будем делать точные поломки, да и при том это аркадная игра. Пожалуйста, давайте сделаем так. Да, здесь у меня такое впечатление, что они хотели сделать что-то вроде серьезного симулятора. Но, опять же, поломок нету. Почему, я не знаю. То есть они могли бы, это, Феррари, это игра про них. А то есть, почему они этого не сделали? Ну, просто не сделали. А то есть еще один минус игрушки. Следующее. Сюжета как такового нету. Вот я прошел, я, конечно же, играю на простом, так как сейчас комментирую. Да и вообще, я просто сейчас учусь играть в игрушку. И, знаете, я признаюсь, то есть игра меня так или иначе зацепила. Просто потому что она не классная, она не интересная. Но, так как у меня не получается, то есть я буду пробовать до тех пор, пока у меня получится. То есть сейчас следующая гонка. Я не знаю, о чем и что. Но давайте ее еще посмотрим, пока я говорю и жалуюсь. Итак, игра у нас на полной цене на 600 рублей. На скидке сейчас где-то 450 или 500. Нет, нет, ни в коем случае. Еще одна вещь. Я понимаю, что это будет очень сложно, но если вы сможете перевернуть, особенно вот эти старые машины, у которых еще не предусмотрена защита от перекатывания. Вы просто перекатитесь. Машина положит весь вес на голову водителя. Все будет хорошо, и вы поедете дальше. Может быть, вы помните, то есть это абсолютно не гоночная игра. Но там была гонка на старых машинах. Мафия первая. И для меня единственная мафия. Там была гонка на машинах. И, знаете, она была такая, ну, гонка, гонка. Когда в шутере делают гонку, это всегда так, да-а-а. Но что они продумали, это то, что если машина начинает переворачиваться, то голова ломается. Знаете, когда вся машина давит на голову, голова ломается. Голова проигрывает против машины. Тут нету легкого, среднего и сложного. Тут нету настройки. И все, и головы нету. Если мафия уже об этом подумала, то почему этого здесь нет? И опять же, мы возвращаемся к тому, что разработчики не хотели, чтобы гонка сразу же прекращалась, если мы перевернем машину. Хотя, например, разработчикам абсолютно нормально, если мы слишком долго едем по траве, даже не срезая. То есть, я понимаю, когда мы начинаем срезать по траве. Да, тогда нам могут, как в Формуле-1, дать предупреждение. Здесь, если мы просто слишком долго по траве едем, нам дадут предупреждение. Я не знаю почему, я не знаю зачем. Опять же, им хотелось сделать что-то вроде симулятора. Им хотелось сделать что-то вроде, господи, как меня мотает. Им хотелось сделать что-то вроде серьезной гоночной игры. Но нет, нет, нет. У них это не получилось. То есть, получилось что-то такое непонятное, которое я даже не знаю, кому предложить. То есть, людям, которым нравятся симуляторы, им здесь делать нечего. Людям, которым нравятся Феррари, это просто собрание игр. То есть, гонок, на которых мы ездим в машинах Феррари. Тут нет вот этого ощущения, что это мое. Вот оно, вот как, например, в NFS Porsche, там, где покупаешь себе новую машину. Это, вправду, раскрашиваешь ее, как хочешь, чтобы бам-бам-бам-бам-бам. Есть такое ощущение, что да, вот в моем гараже стоит Porsche. Класс. Нету такого. Если вам хочется казуальной игры, опять же, для казуальщиков это недостаточно интересно. Потому что это некрасиво, то есть, как вы видели, все очень скучно. Мы ездим, графика посредственная, модели машины, может быть, и точно сделаны. Но нету такого, уууу, класс, это Феррари. Нет, это просто, ну, машина. Ну, и что? Итак, я дальше больше ездить не буду. Скажу вам честно, мне жаль, мне жаль. И я думал, что будет что-то и вправду интересное. А так, это просто сборка гонок на машинах в Феррари. Плохо продуманная, плохо сделанная. И если брать, то только на очень-очень-очень большой скидке. Притом, я уверен, что если вы возьмете и потыкаете в нее пальцем, вы ее быстро отложите и вернетесь к какой-нибудь и вправду хорошей гоночной игре. И я тогда говорю вам большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.